Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. На этом канале я вас просвещаю на тему НРЛ, нарциссическое расстройство личности. Также я в последнее время говорю какие-то примеры из своей жизни. Как мне кажется, они будут для вас очень полезны. Сразу же хочу подчеркнуть, что я не жалуюсь, я не плачусь. Я просто раскрываю нарциссов, самой их сущности, чтобы у вас не осталось никаких иллюзий по поводу того, что эти люди вообще имеют какую-то надежду на то, что у них что-то там изменится в мозге, то, что они как-то осознают, что, может быть, были в чём-то неправы, что, может быть, их поведение не совсем соответствует совести и морали нравственности. Буквально сегодня я снова впечатлена, так скажем, тому, как нарциссы беспощадны в своей мортификации отдельных, например, личностей, которые они из жизни просто вычеркнули. Я вам говорила, что я сейчас живу с матерью и коплю на свою квартиру. И да, это, конечно же, сложно, но, с другой стороны, я вижу, насколько нарциссизм действительно в своей основе губительный и бесповоротный, без какой-то надежды на изменения. Сегодня я встретила одну общую знакомую нашу, и мне, так скажем, передали информацию такую интересную, что мать моя сообщает знакомой, что у меня две внучки. Когда её спросили, вот вы идёте там с цветами куда-то, у кого-то сейчас праздник, день рождения, и она произнесла такое, что у меня две внучки. На что ей задали вопрос, ну а как же третья внучка, я же знаю, что у вас три внучки. На что она просто промолчала. Дело в том, что если нарцисс, допустим, хочет для себя в голове кого-то вычеркнуть, кто мешает, так скажем, его грандиозному образу и его сценарию жизни, то он это делает беспощадно, причём сразу же, не только, допустим, меня как дочь по каким-то непонятным причинам, но также и моего ребёнка, несмотря на то, что ребёнка она видит в целом каждый день. Человек просто его для себя умертвил. Ребёнку девять лет. Он, по сути, вообще ни в чём не виноват. Но его вычеркнули просто. То есть нарцисс может просто нескольких людей из жизни вычеркнуть, как будто они не существуют. И как бы говорить, что да, у меня есть две внучки, относительно моей сестры, да, у неё два ребёнка. А третья как будто просто нет. Не существует. Нарцисс сам, во-первых, себе в голове это придумал, что у него, допустим, вот столько-то детей, а одного просто нет. Или столько-то внуков, а этого внука вообще просто нет. И он в это сам верит. Потому что для него признать, что у него есть ещё какие-то дети, ещё какие-то внуки, для него это погружение в реальность. А нарцисс живёт в своём фантазийном мире, где всё должно быть идеально. Где всё должно быть по его сценарию так, чтобы всё было хорошо и идеально. Если кто-то не соответствует его представлению об идеальности, и кто-то его не восхваляет как идеального человека, нарцисс будет просто перечёркивать ни в чём не повинных детей, например, или внуков, или ещё каким-то образом. Поэтому нарцисс будет мортифицировать вас, как только вы пойдёте не по его сценарию. И просто грубо вычёркивать вас из жизни. Но, чтобы вы понимали, я вообще уже ничему не удивляюсь в этой жизни. И даже и не собираюсь как-то вот морально, так скажем, подавляться из-за этого. Потому что действительно, когда идут вот такие вот процессы в голове нарциссов, нужно понимать, что ты ни в чём не виноват. Что ты просто в какой-то момент не стал, так скажем, играть по тем правилам игры, которые нужны нарциссу. Следовательно, для того, чтобы нарциссу жить счастливой жизнью, тебя надо просто вычеркнуть. И забыть. Именно поэтому так нарцисс бесится, когда ты до сих пор рядом. Он будет всячески выказывать своё презрение и не общаться, делать вид, что тебя не существует, не замечать твоих детей, игнорировать и всячески провоцировать тебя на то, чтобы ты поскорее, допустим, съехал из того места, где ты живёшь. Но, я вам уже говорила, я себе дала определённый срок, не спешу пока что, для того, чтобы моя, так скажем, жилплощадь была действительно гармоничной для воспитания ребёнка, для того, чтобы у нас всё было хорошо. Тем более, что у меня есть такая большая семья, как вы, которая мне даёт максимум поддержки, в то же время и я вам эту поддержку даю. И мы все вместе всё равно придём к счастливой жизни, так или иначе. И никто не сможет нам запретить это. Спасибо.